Можно ли вместо 30 дней держать пост в начале 3 дня, в середине 3 дня и в конце 3 дня? Можно ли таким образом заменить 30 дней поста? Нельзя, нельзя, нельзя. Постясь таким образом, вы избавитесь от 9 дней у разы, но все остальные дни останутся у вас в долгу. Так дозволено поститься только детям, не достигшим своего полового созревания. Поскольку соблюдение у разы не является для них обязанностью, им разрешают поститься 3 дня в начале месяца, 3 дня в середине и 3 дня в конце. А вообще это не положено. Я начал поститься за 4 дня до начала рамадана, дозволено ли это? Держать пост в месяце шаабан, сливая его с рамаданом нежелательно, уважаемый слушатель. Нужно отделить их хотя бы на пару дней. В любом случае это не запрещается, но в следующий раз не делай так. Не начинай поститься, когда до рамадана остается всего 4 дня. Начни пораньше, чтобы завершить свои посты хотя бы за 2 дня до рамаданы. Таким образом, шаабан и рамадан не сольются друг с другом, и это будет ближе к сунне. Я торгую мясом, на работе приходится прикасаться к крови. Сейчас держу пост, кто-то говорит, что мне нельзя. Хотелось бы послушать ваше мнение. Пускай говорят, но вам можно поститься. От того, что вы прикасаетесь к мясу или крови, ничего не произойдет. Прикасаться к крови не запрещено, уважаемый брат. Ваша работа дозволена шариатом. Поэтому вам нечего стыдиться. Я пропустил один день урозы. Что теперь будет? Если пропустил один день после урозы байран, ты возместишь этот день? Тогда твой пост будет считаться соблюденным полностью. Уважаемые братья и сестры, бывает так, что у некоторых людей их дни во время урозы отличаются от других обычных дней только голоданием. Однако все плохое, что у них было раньше, остается без изменений. Например, веселое времяпрепровождение, бесполезные разговоры, любовные отношения с противоположным полом, без никака. Шариат запрещает все эти гнусные вещи. Шариат, наоборот, предписал нам пост с той целью, чтобы отдалить нас от всевозможных грехов. Поэтому мы тоже должны стараться отдалить и уберечь себя от совершения грехов. Будет ли грехом поститься один-два дня, а потом прекратить пост? Это грех. Те один-два дня, в которые вы соблюдали пост, будут засчитаны, но все остальные дни останутся у вас в долгу и в судный день вам придется отвечать за них. Можно ли во время урозы глотать слюни? Если собирать слюни, а потом глотать их залпом, тогда это мокрох. А если глотать то количество слюней, которое выделяется, тогда это не нарушит пост. Еще говорится, что если выплюнуть слюну на ложку, а потом снова положить ее в рот и проглотить, тогда уроза нарушается. А то, что люди постоянно выплевывают слюну, чтобы не сглатывать ее и чтобы рот оставался сухим, это не приветствуется. Что будет, если человек весь день постился, а когда пришли гости, он прервал пост? Он должен будет искупить это штрафом в виде непрерывного поста в 60 дней, а после этого возместить еще один день прерванного поста. А вообще это постыдный поступок. Если это был добровольный пост, тогда не страшно, вы можете прервать его. Но обязательный пост нельзя прерывать. Если к вам пришли гости, вам нужно подать им еду, чтобы они сидели и кушали сами. А вечером, когда наступит разговение, вы присоединитесь к ним и покушаете. Однако прерывать пост из-за прихода гостей шариат запрещает. Можно ли держать урозу три дня в начале, три дня в середине и три дня в конце месяца? Можно ли непостящемуся человеку читать таравих? Если этот человек держит по три дня, в сумме это будет девять дней. Эти девять дней будут засчитаны ему за соблюдение поста. А остальные двадцать дней останутся в долгу. Если человек не соблюдает урозу, по уважительной причине ему можно посещать намаз таравих. Поскольку таравих является отдельным поклонением в месяц Рамадан, а пост – отдельным поклонением, дорогие мусульмане. А если человек не смог поститься из-за невносимой летней жары, тогда он будет обязан возместить пост в другое время. Однако нельзя это делать подобно Армон хану, который в свое время приказал народу не поститься в летнее время и передвинул урозу на зимнее время. То же самое случилось и с христианами. В самом начале пост христиан тоже двигался по кругу и выпадал на месяц Рамадан, как у мусульман. Начиная со времен Адама алейиссалям и по сей день, уроза всегда наступает в месяц Рамадан. А что сделали христиане? Каждый раз, когда пост выпадал на летнее время, они передвигали его на осень или зиму. А потом, дабы искупить за это свою вину, они добавили к нему семь лишних дней. А потом, поменяв еще что-то, добавили еще несколько дней. Таким образом, их пост теперь длится два месяца. А на самом деле, пост, начиная со времен Адама и до сегодняшнего дня, всегда приходился на месяц Рамадан и был предписан всем пророкам и народам в том виде, в каком соблюдают его мусульмане. Ассаламу алейкум алейкум ассаляму арахматуллахи баракату. Поздравляю вас с месяцем Рамадан. Спасибо, вас также. Я вот хотел спросить насчет урозы. Слушаю вас. С прошлого Рамадана у меня остался один день. Мне можно будет восполнить его после окончания этого Рамадана или нет? Вообще, если у вас остались один-два дня с прошлого Рамадана, лучше всего возместить их до начала нового Рамадана. Но если у вас по различным причинам никак не появляется такая возможность или не хватает времени, тогда можете возместить этот день и после Рамадана. Однако помните, что вам нельзя возмещать пост в дни Ураза-Байрам и в течение трех дней Ташрик, точнее говоря, это три дня Курбан-Байрама. А в любое другое время возмещать посты дозволено, иншаллах. А вообще, возмещение пропущенных постов является обязанностью. Кто этого не выполнит, тот будет считаться грешником. Человеку, если это возможно, лучше всего соблюсти все посты во время самого Рамадана. Потому что если пропустить один день Рамадана, потом даже постясь всю жизнь, будет невозможно получить награду, равную той, которая дается в месяц Рамадан. Что если кто-то прервал пост, не зная про кафарат? Ну, незнание не снимает с вас ответственности, уважаемый. Если вы кого-то убьете по незнанию, вас все равно арестует полиция. Если вы по незнанию проедете на красный свет, вас тоже арестуют. Вот в чем дело. Если ты знал, на тебе кафарат, и если не знал, на тебе тоже кафарат. Говорят, что в месяц Рамадан все награды увеличиваются. Значит, грехи, сделанные в этом месяце, тоже увеличиваются. Уважаемый брат или сестра, конечно, любое добро приходит со злом. Если в Рамадане любая награда увеличивается многократно, соответственно, и грехи, совершаемые в этом месяце, будут многократно увеличены в своем наказании. Говорится, что в этом месяце шайтан находится в оковах, а это значит, что все грехи, совершаемые вами, исходят от вас самих. И по этой причине все ваши грехи и плохие деяния во время священного месяца будут наказуемы во много раз больше, чем в другие месяцы. Да убережет нас Аллах от такого. Если говорить на тему уразы, уважаемые братья и сестры, мусульмане, то первое, о чем хочется сказать, это то, что ураза дает человеку возможность размышлять. Во время уразы голодающий человек начинает думать о других голодающих. Он начинает понимать, что, оказывается, я могу остаться голодным. Человек, соблюдающий уразу, становится верным аманатом. Если кто-то задается вопросом, как мне научиться быть верным аманату, как мне перестать воровать, как мне научиться относиться к людям справедливо, тогда мы отвечаем ему, держи уразу. Если человек, несмотря на свой полный холодильник, держит уразу и терпит голод, тогда он в будущем станет терпеливым. А если он столкнется с трудностями, он сумеет с легкостью их преодолеть. Мы можем даже не сомневаться в этом. Наши братья-мусульмане обычно днем постятся, а вечером идут на таравих. А вчера начался футбол, и они теперь все переключились на него. Скажите, можно проводить ночь Рамадана и ночь предопределения за просмотром футбола? Нормально ли это? Спасибо вам, сестра. Вы затронули действительно актуальную тему. Сейчас начался чемпионат по футболу, и я много слышу от мужчин, «О, как стало хорошо. Раньше я не мог проснуться на сухур, а теперь можно после таравих намаза идти смотреть футбол, потом сразу покушать сухур и лечь спать». Но это неправильная позиция. Лучше слушайте Коран, слушайте исламские уроки или выполняйте дополнительные намазы. Или на крайний случай можете поспать немного. Ночь предопределения не следует проводить за просмотром футбола или какой-нибудь развлекательной передачи. Если вы проведете эту ночь в поклонении, читая разные дуаи, напоминая Аллаха, тогда он, иншаллах, даст вам много благ. А проводить время за футболом, конечно, трудно сказать, что это харам. Так тоже можно, но если в эту великую ночь человек будет ближе к Аллаху, прочитает хотя бы пару аятов или хадисов и совершит побольше поклонений, это принесет ему больше пользы, чем просмотр матча. А проводить у разу как попало, лишь бы проснуться, покушать и лишь бы поскорее провести день голодая, не стоит. У нашего пророка есть слова. Сколько же существует людей, которые не получают от поста ничего, кроме голода и жажды. Поэтому, уважаемые мусульмане, давайте быть внимательнее к нашим постам. Я хотел задать вопрос Чубаку Ажи. Да, я слушаю вас. А, здравствуйте, у меня есть пять вопросов, можно задавать? Ого! Сегодня прям все задают вопрос оптом. Ну, спрашивайте. Первый вопрос такой. Эактикап в Рамадане можно проводить дома? Или обязательно нужно только в мечети? Мужчинам лучше проводить в мечети, а женщинам лучше дома. А если дома нет условий, можно в мечети? Женщинам, что ли? Да. Нет, им нежелательно находиться в мечети. Понятно. Теперь второй вопрос. Я слышал, что человеку, отправляющемуся в путь, можно не держать пост. Да, если расстояние пути от дома составляет больше 90 километров, если человеку тяжело в пути, тогда лучше не держать пост. А если путь легкий, ему не тяжело, тогда лучше поститься. А если он летит самолетом, например, из Бишкак и Вош, смотря как он себя чувствует, если полет дается легко, тогда можно поститься. А если тяжело, тогда лучше не надо, даже если он на ракете летит. Ага, понятно. А третий вопрос такой. Говорят, что если кто-то накормит постящегося, он получит такую же награду, как и постящийся. Это так? Хадис такой есть. Если вы, например, устроите ифтар и накормите меня, я, допустим, получил награду тысячу сомов, и вы из-за этого, что накормили меня, получаете ровно тысячу сомов, при этом мои тысячи сомов не уменьшаются. Но это не освобождает вас от поста. Вы получаете награду, но не избавляетесь от обязательности соблюдения поста. У нашего пророка, алейиссаляту ассалям, самого благородного посланника, есть хадис. Кто накормит постящегося во время ифтара, тому будет записана такая же награда, как и тому, кто соблюдал пост. При этом награда соблюдавшего пост нисколько не уменьшится. А, теперь четвертый вопрос. Мой знакомый работает в ночную смену, он попросил задать этот вопрос. У него вечером нет возможности читать таравих. И он теперь не знает, может ему нужно читать коза. Нет, для таравих намаза не читается козе. Если у него нет возможности читать его вовремя, он может заниматься своими делами. Ему достаточно только поститься и читать обязательные пять намазов. И всё.